Контер-спайс – профилактика наркотической зависимости и зависимого поведения. Большое республиканское мероприятие, которое традиционно весной проводит технический университет. К сожалению, поднимаемая тема, несмотря на большую превентивную работу, по-прежнему остается актуальной. Молодые люди в силу незнания или неопытности нередко попадают на крючок опытных преступников, а после, понимая, в какую авантюру вмешались, уже не решаются выйти, под угрозами и нависающей опасностью. Об этом в рамках беседы говорили в первую очередь взрослые спикеры, представители профильных ведомств и организаций. Проведение таких мероприятий очень важно для учреждения образования, так как мы должны сконцентрировать внимание обучающихся на деструктивностях аддиктивного поведения, поскольку зависимое поведение представляет собой серьезную такую проблему социальную, и нашей главной задачей, одной из главных задач, является профилактика зависимого поведения. И профилактика не только привычных форм зависимого поведения, таких как табакокурение, алкоголизм, наркомания, но и распространившихся среди молодежи новых форм аддикции. Наркотическая зависимость – это лишь один из видов навязчивых состояний, с которыми может столкнуться человек. В рамках научно-практического семинара были озвучены и другие проблемы, на первый взгляд, не вызывающие каких-либо подозрений, но и они сегодня оказываются в центре внимания. Речь, например, о трудоголизме, пищевых привычках, зависимости от электронных сигарет, смартфона или информационного шума. На первый взгляд, ничто из вышеперечисленного не кажется опасным, но проявление в крайностях чревато всегда. Я взяла тему трудоголизм, это стало мне очень интересным, потому что это сейчас очень распространенная проблема среди молодежи, а также среди людей старшего возраста, и я думаю, ее нужно освещать, потому что это правда вещь, которая может настигнуть каждого, и от нее очень непросто избавиться. Решил взять довольно распространенную в современном мире тему, это в зависимости от электронных сигарет, так как сейчас они более распространены даже, чем табачные изделия, и после ознакомления с материалом действительно стало интересно и как-то увлекло это. Около двух десятков интересных докладов было заслушано за три часа большого разговора. Самое главное, чтобы приведенные факты и проанализированная статистика стали для молодых людей пищей для осмысления, а после для прочных выводов о том, что действительно важно и чего может стоить временное удовольствие. Продолжение следует...